Я сейчас только что прибыл из Красноярска, где я был с ангелом воплоти. Это самый святой человек из всех, кого я знал, наверное. И если он разочаруется во мне, то я себя не прощу, но я не буду навязываться. Нет хуже ничего, чем навязчивость. Это самое отталкивающее, запомни. Вот тебе лежал. Я поехал в Красноярск только для того, чтобы купить лекарства, потому что в моем городе их не продают. Их продают, но врач сказал, что отечественный флоксетин лучше не принимать. Он очень токсичный, что он очень опасный. Я... Мы ездили праздным аптекам и мы купили флоксетин австрийского производства. Он не подействует на меня сразу. Он накапливается в течение двух недель. Они пишут мне гадости. Добрые девушки. И что? И что? Я думаю, подожди секунду, я посмотрю, нет ли там в клубе этих людей. Этот клуб закрыт, там кто-то другой орёт. Просто. Я ненормальный, да. Я принесу квитанцию. Она у меня. Она у меня. Я принесу её сейчас. Она у меня. Я принесу её сейчас. Она у меня. Она у меня. Я принесу тебе сейчас её. Ох, чёрт. Я был в Красноярске. Моё зрение было задуманное. С завтрашнего утра я начну принимать флоксетин. Мне хватит на 20 дней. Ровно на 20 дней средняя продолжительность приёма, я надеюсь. Это что-то, я надеюсь. Я сравню отечественные с зарубежные. Я расскажу вам. Так же я буду принимать нейролептик, террореджен три раза в день. И чтобы снять побочки, буду принимать ещё около стопа. На будущего нет. Храни Господь этого человека. Он помог мне без него. Я бы очень тяжело ориентировался в Красноярске. Он помог по рецепту купить. Он помог просто сориентироваться в Красноярске. Это всё ваши донаты. Донаты даже не на лекарства, а просто... Мне бы не хватило денег на лекарства. Мне задонатил Антон Уайт с Польши, с Украины. И один парень из Москвы, который получает пенсию за... По тревожному расстройству. Но он не выходит на связь почему-то. Он задонатил. Он просто написал мне первым. Я подумал, что он троллит меня. Но он реально перевёл. Он написал. А потом он взял, перевёл потом. Просто так сам по себе. Тысячу рублей перевёл реально. Я не понимаю, что им движело тогда. Почему? Что он обо мне увидел. И благодаря этому я... А эти аптекарши... Они продали мне на один флоксетин больше, чем было в рецепте. Наверное, потому что им нужно было избавиться от... Либо от этой партии, либо потому что они... Сжалились надо мной. Но вряд ли они сжалились. Как меня грустно. Как мне грустно. Мне очень грустно. Можете смеяться надо мной. Мне очень грустно, мне очень грустно. Это просто вода. Спасибо Олегу, что подвез меня. Спасибо тем той девчонке, что одна пришла на мою лекцию давно. Я рассказал этому парню случайно обо мне. Совершенно случайно и он прилетел в меня. Спасибо. Я смогу принимать депрессанты зарубежного качества и нейролептика. Спасибо. Я приму сейчас то, что снизит обочный эффект от тиралижена, чтобы я мог уснуть. Чтобы я мог уснуть. Похоже, закончилось лекарство. Есть только... А, нет. Осталась одна таблетка. По рецепту. Просто приму ее, чтобы убрать побочек, чтобы спать. Спать было легче. Хотя у меня все равно есть проблемы с нервами на ногах. Нервы. Нервы. Сидром. Ног. Нервных ног. В церкви я молился. Я молился. Я говорил Стоящим девчонкам Там, на улице Мира и Ленина Которые были одеты Молодные, у которых Жизнь ждет В офисе В отличная работа Муж Отличные мужья Которые вольются в коллектив Я сказал Проходя с этим ангелом Я сказал Я Я не помню, что я сказал Я сказал, что Я великий художник И они засмеялись Я сказал Я Александр Ален Великий художник И они смеялись Пока я ждал Красный свет На зеленый Я хотел Вперед Я хотел Пройти на красный свет Но он останавливал меня Ангел По-моему, они говорили Что я великий Что я бы стал Великим художником И изменю этот мир А они смеялись Им было весело И я ничего не чувствовал Никакой обиды Никакой Ничего не чувствовал К ним Просто Им было весело Мне это не важно Я просто чувствовал себя Так грустно Просто не из-за того, что они смеялись А все время Здесь осталось ноль таблеток Они смеялись Знаете В Таиланде Одна бы Если бы там был Это был Таиланд Одна бы из них Подошла ко мне И заговорила со мной Но они просто смеялись Но это не важно Мне абсолютно все равно Просто забавно Я видел там Здание Похожее на Эри Стар Говорил странные вещи Мне плевать Я никто Я думаю, что скоро я умыл Думал так Но может вот это Мне поможет Смотрите, сколько много Террильджен И остальное Это флуоксетин Зарубежно Неужели это Ничего не может Я видел статуи Я говорил Эта статуя Ничего не означает Она просто стоит Ничего не делает Не означает Ничего Она против здания Похожая на Эри Стар Я сказал Что если бы там был Другой человек На этом памятнике А это здание Бездушное Было бы Ну это Другая уже Другая история Я чувствую Сильную грусть Террильджен Мы посмотрели на сайте Должна была продаваться За 700 С чем-то Мне продали За 914 Спасибо вам Буржуи Вы оцените Террильджен Когда я его еще Начинал покупать Буквально недавно Относительно Но стоило еще 500 рублей 50 таблеток А теперь он стоит 1000 Отлично Скоро он будет Стоит Миллион Это обязательно Пройдет Можете сменяться Ни какой прогресс науки И медицина Вам не поможет Потому что Все медицинные Прогресс науки Сделаны для них Для тех Кто над нами Чтобы контролировать Нас Я не хочу Вам больше ничего Объяснять Вы не слушайте Меня Я молюсь У храма на коленях Прошу у Бога У Бога Прошу у кого угодно Из потусторонних сил Дать мне Возможность Изменить Будущее А вы Просто Изменились Надо мной Вместо того Чтобы Вместо того Чтобы Задуматься И что-то Изменить Вместо того Вместе со мной Вы ничего Не смеете Вы не измените Я не смогу Вы не измените Мы умрем все Корчись в ужасных муках Понимаете А они наверху Вы даже не представляете Какая у них жизнь Какая у них жизнь Вы не представляете Если бы вы узнали Вы бы пришли в страшную ярость И чувство Жгучей несправедливости Охватило бы все Ваше Каждую клетку Вашего организма Вам легче посмеяться Надо мной Поиздеваться Надо мной Пожалуйста Как же мне грустно Вам легче посмеяться Над простым человеком Мне так грустно Один на миллион Нашелся Красноярске Один на миллион Один на миллион Кто согласился Меня В гостях Принять у себя В дом На один день И со мной Прогуляться Это раз В пять лет Происошло Это раз Я не знаю Когда я последний раз С кем-то вообще гулял Кто-то был со мной Последний раз Только одна девчонка То она ушла Сразу Она ушла Больше она не придет Потому что Я никто У меня нет денег Я никто Не просто Никто Я никто А вы все Вы идете по этому Мерку За свою цель Вперед Оставив меня Каждый из вас Одинок Я тоже И ты Всем Ох Ох Я не хочу ничего есть, я просто перебою, я сейчас уберу это, нет, я отнесу это домой, отнесу домой, там не знаю, куда сложить это. Мне очень грустно, очень грустно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Но мне этого не хватало. Я принимал русский хлопоксетин по три таблетки утром, потом уже ответ... Но обеда мне была более-менима. Я возьму с собой вот это. В случае, если я не смогу уснуть из-за синдрома звуковых ног... Это не просто так смешно. Это мучает меня с детства. А вот это убирает синдром, вроде как, но не до конца. Антидепрессанты, нейролептик усиливает, и кофеин. Если я... Никто не изменит медицину, никто. Науку никто не изменит. Если я не изменю медицину, науку, и это общество никто не изменит... Я буду... Адская боль в спине, адская боль в позвоночнике через десять лет. Когда хрящи совсем раз... Совсем деградируют. Я буду просто умирать от боли. Я попаду в ад, потому что Бог меня не простит. Потому что я не выдержу эту боль. И медицина не поможет мне. Вот что интересно. Спасибо, Бог, что ты создал такой мир. Но, может быть, ты можешь дать мне силы изменить этот мир так, чтобы... Медицина могла лечить позвоночник и восстанавливать зрение людям простым. Но, если ты не можешь мне этой власти и силы, и возможности дать, то имеешь ли ты право меня отправлять в ад за то, что через десять лет я буду двадцать четыре на семь в муках боли, острая боль в позвоночнике, которая ничем не лечится. Слепотая, ладно, но острая боль в позвоночнике, которая ничем не лечится. Никакой медицины, ничем. Медицина на уровне средневековья, пойми. Не слушай эти сказки, раскрой глаза. Протри глаза от грязи и песка. Увидь мир, гниющий, за блеском витрин, за блеском красивых слов, которые тебе внушают с журналов по науке и технике, медицине, открытия медицины, которые на самом деле тебе просто пыль в глаза бросают. Через десять лет я буду умирать, и мы будем страдать через двадцать лет. Никакая наука нам медицина не поможет. Они не занимаются простыми людьми. Только я один могу что-то изменить. Если я, если Бог не даст мне силы, если Бог даст мне силы, изменить этот мир так, чтобы просто все изменить, чтобы медицина лечила простых людей с современными методами, а те, кто наверху, они оказались внизу, чтобы треугольник был перевернутым, а в него вот он вот. крест. Или что-то, что является символом Бога, который поможет мне. Иначе я просто умру и попаду в ад, потому что я не выдержу этой боли. Наука не лечит ничего. Она ничего не лечит. Я просто усну и не проснусь. Я буду заглушать боль. Или я изменю этот мир. Я один могу только это сделать. У меня будет миллион врагов. Но я хотя бы постараюсь что-то сделать. Может быть, Бог увидит это. И может, ты увидишь это. Может, ты увидишь это. И ты сжалишься надо мной за то, что я столько пытался сделать. Я просто пить хочу. Никто не будет меня поддерживать из простых русских людей, таких же, как я. Никто. они поддерживают рыжего этого просвирнина, кортавого, рыжего просвирнина, который за донаты пьет пиво. Все, что он делает. Вот и все. А я буду делать что-то, за что меня просто уничтожит. Лучше пусть меня убьют, чем я сам себя убью через 10 лет, когда мой позвоночник совсем разрушится. И это не лечится. Ладно, глаза слепут, но они не будут болеть, по крайней мере. Но позвоночник... Я художник. Ладно, глаза слепут. Но позвоночник будет ужасно болеть. Если бы он просто разрушился и не болел, то еще ладно. Но он будет... Это будет нескончаемая боль. Бесконечная до конца, до конца моих дней. Сколько я лет проживу, 30 лет, она будет ни минуты не оставлять меня. Я могу показать справку, показать снимок позвоночника, показать диагноз. Это медицина. Это медицина. Это не медицина. Это не развитие. Они тратят деньги на армию, на полицию. Они столько... Они столько имеют денег, что они могли бы сделать для нас, простых людей, нормальную медицину. Но они просто наживаются на нас. Лучше я умру, будучи убитым, чем борясь за... Борясь за то, чтобы медицину сделали для простых людей, чем... Чем я просто убью себя... Убью себя от ужасной боли в позвоночнике. Ладно, одиночество, ладно, то, что девушка меня разлюбила. Ладно, то, что у меня нету никого, девушки. Один только знакомый появился, и то не факт, что он будет другом в Красноярске. На весь, на весь миллион, больше миллионов в Красноярске. Один только знакомый появился впервые, за сегодня. И не факт, что он будет завтра моим другом. Господи. Не факт, что он будет моим другом завтра. Один, да, более чем миллион жителей. Мне больше нечего сказать. Я отключу телефон. У меня больше нечего сказать, короче. Я просто хочу умереть. Я хочу бороться. Если есть, есть Бог. Я смотрел в небо, и мне казалось, что там нет ничего, кроме воды. Что там пустота. Что там не вода, не что-либо угодно, либо вода, либо пустота. Хотя я молился и просил Бога знак, но мне не было знака, чего он не было. Неужели я просто так умру в боль? Дай мне силы борьбы, и я постараюсь изменить этот мир. Черт возьми, я изменю этот мир, и пусть хоть весь мир будет против меня. Дай мне силы, чтобы сделать так, чтобы медицина лечила простых людей, таких, как я. Просто лечила. Чтобы она не брала отпечатки пальцев, скан сетчатки глазу, чтобы она не заселяла повсюду эти камеры наблюдения, чтобы эта наука для людей работала. Сделай мне, помоги мне. Нет, нету сил, мне так грустно. Мне очень грустно.